Михаил Станиславович, по каким приметам вы понимаете, что спектакль состоялся? По зрителю, по аплодисментам. Потому что бывают уважительные аплодисменты, а бывают которые очень легко отличаются. Мой гость – человек необычной судьбы. На его пути встречались легенды театра и кино, и каждый из них оставил свой след в его жизни. Шли годы, и вот мой гость – уже тоже театральная легенда. Сегодня мне в гостях главный режиссер музыкального театра Михаил Ковальчик. Михаил Станиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Станиславович, вы родились в 1943 году, и ваше детство пришлось на послевоенное время. Что вы чаще всего вспоминаете из своего детства? Детство было трудное. Вот несмотря на то, что народ пережил такую трагедию мощную, столько было горя и несчастья. Всем хотелось радости. Все освободились от гнета этой безумной войны. И когда собиралась наша семья, а род вот моего деда, моей бабушки, был обширный. Это практически добрая, ну не половина, но одна треть деревни – это точно. Это был такой театр, потому что отец играл на мандолине, все племянники играли на баянах, там кто-то на баяне, кто-то на гитаре. Я сидел, вот наблюдая эту всю историю, и удивлялся, думаю, боже мой, когда моя двоюродная сестра пела «Зачем тебя я, милый мой, узнала?», и она выходила, ну это была оперная певица, вы понимаете? Это западало. Всем хотелось радости, все радовались. Поэтому вот эта атмосфера семьи, примеры родителей были. Были уникально трудолюбивые люди. Мой отец в 51-х годах построил дом в Барановичах, который стал нашим уже таким родовым гнездом. Он сейчас, к счастью, сохранился. Это самое святое для меня место. А сейчас вы так бываете в Барановичах? Ну как же, да. Я могу сказать, вот если говорят о таком центре силы или в центре, вот это там одно из мест. А когда вы первый раз попали в театр, вот сколько вам было лет? Вы знаете, тогда вот наш город, потому что был Дом культуры, регулярно приезжали в Винские театры. И один спектакль, я даже помню название «Юность отцов», то ли Тюза, то ли, может быть, как у другого театра. И нас привели классом. И вот на сцене там, кроме сюжета, была настоящая война. Рвались гранаты как-то там, все стреляло. То есть, ну, такое было зрелище, которое не могло меня не потрясти просто. А сколько вам было лет тогда? Тогда я думаю, что это было где-то мне семь. Уже в первый класс. Вот первый класс, второй, когда уже стали нас оккультуривать, водить на мероприятия. Ну, серьезный спектакль. Вот и как-то это сразу зародило. Ну, какое-то желание, что попасть бы в этот волшебный мир. Я знаю, что вы занимались в Народном театре. Да. Раньше была Барановическая область, и там был областной драматический театр. А потом, когда область стала в Брест, переехала, в Барановичах осталась группа актеров профессиональных, которые не хотели переезжать в новое место. У них были квартиры, дачи, естественно. И они остались. И организовали там Народный театр. А после окончания школы вы поехали поступать в театральный институт, но не поступили. Да. Что не устроило экзаменационную комиссию? Мне трудно сказать. Это был Ленинградский государственный театр. Тогда конкурсы были. Ну, это вам не объяснить. Это там по 300 человек на место. Это невероятно. Ну, я переехал. Это было до армии. Я там все, что положено, прочитал в отборочном туре. И мне, как сейчас помню, какой-то седой человек сказал, Михаил, подрастите еще не. Ну, и так скажем, чтобы не обижать. Видно, ну, что-то, может быть, не было какой-то подготовки, хотя вот я занимался. Ну, что-то я не прошел. Но, вы знаете, это меня нисколько не обидело, а наоборот, дало импульс, что да, этим надо заниматься серьезно. То есть следующий год вы посвятили подготовке к выступлению? Подготовке. Ну, потом пошла армия. В армии тогда тоже очень была мощная самодеятельность. Играли в оркестре. И мне пришлось поставить пьесу где-то северо-западнее Берлина. Ну, командир вызывает. Ты артист? Давай. Ну, я так что умел, рассказал. Я знал, что надо идти туда, надо, чтобы актеры не столкнулись. Такая элементарная режиссура. Ты помнишь, как тебя на войну-то брали? Так я не воевал, мать. Так я знаю, что не воевал. Да брали тебя на войну. Слава тебе, Господи, что она окончилась. Пакуль тебя там чему-то обучали. А ведь всякое могло быть. Ты помнишь, когда ты уезжал, я тебя перекрестила, а ты согласился. А что ж вы такие беспамятливые-то? Вот когда я приехал в наш институт... А, то есть вы поступали потом уже в наш театрами? После армии я еще приехал при погонах. А, сразу же? Да. И меня Вера Павловна Редлих разглядела. Был экспериментальный курс. А вот расскажите поподробнее, в чем заключался вот этот эксперимент? Универсальность этого курса была в том, что впервые за много лет соединили актерское и режиссерское обучение вместе. И таким образом требовалось, чтобы будущие режиссеры прошли два года актерское обучение. Это чрезвычайно полезная штука. А по окончании института вы должны были поставить спектакль? Да. Я поставил его в Бресте, был дипломный спектакль. Это уже потом. А сначала я дипломный спектакль ставил в Бобруйске, потому что весь наш курс поехал и организовал театр Бобруйске, театр драмы и комедии. Вот. А зори здесь тихие. И я там впервые соэкспериментировал. Мне надо было показать, как фашизм убивает красоту. А убивают они пять девушек. Все же знают этот сюжет. И я тогда далеко на финале сцены за тюлем практически раздел девушек. Пустил пар дым, как не париться. И когда Вера Павловна и Радомыслинский, которые приехали в школу-студии, как принимать наши экзамены, они просто были потрясены и очарованы. Во-первых, это было сделано достаточно вкусно. Это правда, что вы проходили стажировку у Товстоногова? Как вам удалось к нему попасть? Это была идея Министерства культуры Белоруссии. Потому что до этого были стажировки только у нас в белорусских театрах. А тогда нас вызвал ректор и сказал, что можете ехать в Москву, в Питер. Товстоногов ищет молодых режиссеров на постановке, на малой сцене, как эксперт. А Володин Александр, именитый автор, блестящий автор, написал в то время пронзительную повесть «Любимый мне расставайтесь». Я купил где-то на окраине Ленинграда, потому что первый журнал «Аврора», где был напечатан это, раскупили сразу. Купил это. Три ночи сидел, придумал замысел. Товстоногов выходил с репетиции, а я был там. И я к нему. И стал рассказывать ему замысел, как бы я это поставил. Он так долго шел, не обращая внимания. А потом так повернулся и сказал, молодой человек, пойдем со мной. Заходим к нему в кабинет. Я продолжил рассказывать. Ему это было и заинтересовало. Он говорит, и что надо, чтобы вас продлить стажировку? Я говорю, ваше письмо. И вот с третьего курса я два года там был. Он назначил меня вторым режиссером. Его была постановка, я работал. Я заметил, что вам по жизни всегда везло на встречи с удивительными людьми, с легендами театра, кино. Я знаю, что вы были лично знакомы с Андреем Макайонком. Как произошла ваша первая встреча? Я работал тогда в Бресте очередным режиссером. И кто-то меня вызывает. А вы не хотели бы поставить Макайонка? А тогда вышла его пьеса «Таблетка под язык». Я говорю, конечно. Ну, наш, уже в то время нашумевший своими спектаклями, Янкин. И он говорит, вот мы вам дадим командировку, поезжайте вниз, созвонитесь с Макайонком, что вы хотите. И пусть он вам расскажет, что он хотел. Я звоню Андрею Егоручку. Он говорит, ну, вы знаете, простота этого человека подкупала. Вы знаете, просто приезжайте. На значательный день я приехал. Я ему рассказываю. Он мне помогал. А потом он начал мне рассказывать, что вот этот председатель колхоза, который находится в близком районе. То-то, 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 то-то. Как рождался спектакль. Как это? Я потом после этой беседы в этот колхоз к этому председателю. Ну, как это? В общем, такая история. И потом одновременно этот спектакль выпускался в Театр Сатиры. Мы как-то так созванивались. И он говорит, а вы не хотите поехать посмотреть в Москве мой спектакль? Ну, это счастье просто. Приезжайте. Я приезжаю на встречу. Он дает мне место в Театре Сатиры. После этого он подходит ко мне и говорит, а теперь пойдемте ко мне. Мы едем в его номер шикарный в гостинице «Москва». И там справляется премьер. Вы понимаете, вот что это такое? Что за внимание к молодому режиссеру? Что уж я там был? Это суть Макайонка. Помочь человеку, помочь молодому режиссеру. И самое интересное, что потом, когда я поставил в Русском театре последний срок, он был от Министерства председателем комиссии. Он тогда сказал для меня очень знаменательную фразу, что «Мне кажется, что в Беларуси родился один из перспективных режиссеров». Я эти слова Макайонка никогда не забуду, естественно. Потому что это тоже дает крылья. Я не могу не вспомнить ваш спектакль «Возвращение в Хатынь», который вы поставили с Борисом Ивановичем Луценко на сцене Русского театра. Я знаю, что Олеся Адамович долго не соглашался на постановку своей хатынской повести. Как вы его уговорили? Дело в том, что когда родилась эта идея, у Луценко Адамович действительно боялся этой постановки. Я помню, на первой встрече он сказал, что это документальная повесть. Эта повесть очень тяжелая. И я, говорит, не представляю, как. И тогда Борис Иванович рассказал ему свой замысел, что это будет в центре зала. Мы убираем практически первые 15 рядов до прохода. Там ставим помост, и зрители сидят с двух сторон. И делаем избу, как бы такую. Здесь сплошная стенка, а здесь у зрителей открытая, как бы, условно. И там было, когда это горело, это было страшно. Когда вот тут было, все накалялось, и там метались люди. Конечно, это было страшное. И потом, конечно же, сама идея рассказать о страшной бесчеловечности фашизма. Что значит сжечь людей? Сам Луценко сделал на снировку. А я у него был, как бы, вторым режиссером. Потому что все-таки наша профессия командная. И мы сделали этот спектакль. А кому пришла идея превратить спектакль в повесть Василия Быкова «Пойти не вернуться»? Вы опять-таки в тандемах выступали. У меня с Быковым так получилось. Я, когда был студентом, ставил его повесть «Круглянский мост». Как студенческий отрывок. На четвертом курсе режиссуры. Я позвонил в Гродно, он тогда там работал. Говорю, Василий Владимирович, можно? Вот я, ваш «Круглянский мост» в институте. Миша, не связывайтесь со мной. Ничего, кроме неприятностей, вас не будет. Я поставил спектакль. Получил отлично по режиссуре. На четвертом курсе. Искали пьесу к освобождению Беларуси очередную. Мы наткнулись на вот это «Пойти не вернуться». Тоже пронзительное. Что не повесть, то поразительные судьбы. Поразительная встреча человека с бедой, с войной. Борис Иванович, так как человек был более занятой, говорит, Миша, ну выпиши там диалоги, сделай. Я потом оформлю. Я у него, у Луценко, я был чернорабочим. Я выписал диалоги. Потом мы позвали Василия Владимировича. Он пришел. Ну, мы говорим, вот это, это. Кофе, конфетки. Он взял конфетку. Точно тонко откусил. Хлопцы, я больше кинематограф люблю. Вышел спектакль. Пришел Василий Владимирович. Похвалил нас. Потом через 10 дней, ну спектакль имел, знаете, потому что многие театры в России взяли нашу инсценировку. В то время, иногда, когда у нас молодых не было денег, я опускаюсь вниз, вот там на Дольфском, в ящике лежит перевод на 600 рублей. Это пришли авторские, потому что Василий Владимирович Быков записал нас в авторы. Представляете, Быков, Луценко Ковальчик. То есть вы получили гонорар, который поделил Быков на вас троих. Но самое интересное, что однажды Боря говорит, Борис Иванович, быстро приходи ко мне. Сидит Василий Владимирович и достает из кармана три конверта. Это вам, Боря, это мне. Мы отворачиваем, а там по тысяче рублей лежит нам. Вот интересно, вот я слушаю вас, я понимаю, что свою профессиональную карьеру вы начинали как серьезный театральный режиссер драмы. И потом вдруг появился музыкальный театр. Оперето, выдавили. Ну, казалось бы, жанр довольно несерьезный и легкий. Что вас привлекло в нем? Вы знаете, вот работая в Минске, я уже поставил аморальную историю с Эдуардом Ханком. А каким образом вы его привлекли? Ну, во-первых, это тогда его песни звучали везде. Во-вторых, я встретился с Эдуардом Семеновичем и говорю о том, что, ну, вот театр, я ставлю аморальную историю, такая комедия, полушутливая, полутак. А нельзя ли ваши песни? Он говорит, у меня столько написанных, но не озвученных песен. Это был уже практически мюзикл. Ну, или так будем говорить, пьеса с песнями. Потом в Бобруйске тоже вот мы поставили, там, в Адвиле ставили. И вас так закрутило туда, да? Я понял, что музыка – это некое четвертое измерение, если можно сказать, которое так углубляет при умелом использовании музыки. А потом время пошло такое, которое вдруг потребовало мюзику. Когда смотришь «Собор Парижской Богоматери», Иисус Христос, суперзвезда туда пришел. Боже мой, думаешь, это же, это как? Юно на 8, мужем и Ленком. Музыка очень мощно умножает проблемы и ситуации события пьесы и подает их в каком-то неожиданном ракурсе, что всегда интересно для зрителя. За свою творческую жизнь вы сменили очень много театров, работали не только в Белоруссии, в России. Ну вот, насколько я знаю, это и Красноярск, Ставрополь, Волгоград. Вот с чем были связаны эти переезды, чего вы искали? Я всегда говорил одну вещь. Меня можно уволить из должности, а вот из профессии нет. И когда я понимал, что какие-то силы исчерпываются, как-то так, по судьбе, меня никто не увольнял из театра и там не расторгал свой договор. Но приезжали люди из других театров, мы общались, мы показывали спектакли в Москве, вот мою постановку из Пятигорска. Они приглашали на постановки. И вот очередное приглашение, приглашение, допустим, из Красноярска в Пятигорск, я там поставил спектакль. Меня пригласили туда на работу. Потом в Пятигорск как-то случайно я пригласил художника из Волгограда, он тоже поработали со мной, он сказал директору, пригласили меня в Волгоград. Десять лет проработали в Волгограде? В Волгограде, да. Семь лет в музыкальном театре, а потом три года в Царистинской опере. Я еще работал в опере. Еще и оперный режиссер. Потрясающе. Я вам скажу, оперу поставить легче, чем мюзикл, чем оперету. Потому что в опере есть один сплошной музыкальный поток. У вас был контракт с театром в Волгограде, когда Ричард Смольский попросил вас набрать курс для музыкального театра. Вы сразу согласились? Сразу. Это был телефонный звонок? Да. Я сразу согласился, потому что это была ниточка, которая, как мне казалось, и так оно оказалось, меня перетянет в Минск. То есть, подождите, получается, что все эти годы вы были в разных городах, а ваша семья, жена, сын оставались в Минске? Нет, жена была со мной. Она драматическая актриса и работала, училась со мной на одном курсе. Работала в театре Бресте очень успешно. А потом с переездами моими пришлось менять профессию, и она стала актрисой музыкального театра. И роли небольшого певческого диапазона, она музыкальный человек, ей удавались. Например, она блестяще играла ханому. Поэтому мы вместе. А сын оставался здесь. Да, да, да. Я помню, он еще в конце 90-х поступил, и он в академию учился. Безведом он был. Сначала актерство, да? Безведом. То есть он вас поставил перед фактором? Перед фактором. Он не мог не откликнуться на профессию, потому что я его не заставлял ничего. Вот он приезжал ко мне, будучи там таким семиклассником, как профессор сидел, смотрел мои спектакли. Вот он говорит, ну как тебе, Сережа? Он говорит, ну... Знаете, вот так у меня было. Ну, 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 ну так. Ваше сотрудничество с музыкальным театром и последующее назначение главным режиссером – это тоже судьба? Или закономерность событий? Судьба. Потому что когда мы уезжали в Минск уже, мы уволились из театра в Оперново, и когда я принес заявление директора, он говорит, слушай, ты что? Я говорю, ну, мою вику было столько, когда режиссеры уезжали ночью с чемоданами, а ты приносишь заявление. С тобой никто не разрывает контракт, там были действительно хорошие условия, хорошие. Я говорю, домой, родина, родина. И мы приехали. Мы приехали. Я стал преподавать у Смольского. Мы стали работать. И Адам Османович, замечательный, Мурзич, вы знаете, вот, ну, везет на людей. Подошел ко мне и говорит, ну, не могли бы вы прийти поговорить? Я пришел. И он мне предложил свою давнюю задумку, которую другие режиссер метали, Софью Гальшанскую. И после Софьи Гальшанской меня вызвал директор и Адам Османович, предложили мне быть главным режиссером. Я тут же моментально согласился. Моя невеста Софья! Как же можно? Согласитесь, что для любого творческого человека очень важна поддержка коллег, зрителей и, конечно же, семьи. Я так понимаю, что ваша жена безоговорочно поддерживала вас во всех ваших экспериментах. Вы знаете, она очень талантливый человек. И она все сделала для нас, в общем-то, чтобы мы состоялись. Это была такая тыловая поддержка. Я ей очень благодарен за это. И, конечно, у нее судьба. Если бы она работала в Бресте, была бы народная артистка, если бы она... Ну что, мы приезжаем, допустим, тут же 6-7 лет, я приезжаю в другой город. Потом тот жанр, который для нее там... Она играла, она работала. Поэтому... Ну, сложилось. То, что Сергей, ваш сын, сейчас художественный руководитель Национального русского драматического театра. Вот в этом и есть какое-то ваше влияние? Ну, оно какое-то опосредованное. Знаете, там не было такой... Я не был для меня учителем. Вы не заставляли его? Да нет, нет, нет. Ну да, вы же сказали. Я его даже музыки не заставлял. Он не хотел долгое время. Все отказывался. А потом я иду, слышу, он рыпает там что-то. Да. Я говорю, а ты говоришь, нет, а вот рыпаешь же. Пошли в музыкальную школу. Пошли. А насколько для вас важно, чтобы театральная династия Ковальчиков продолжалась? На своих внуков вы пытались влиять? Вы знаете, у меня нет такой целенаправленности, что вот обязательно, чтобы была династия. Если она случится, она должна случиться естественно, сама собой. Это не приказ сверху, не приказ папы. Если у внука есть вот эта увлеченность, если он тоже заразился вот этим делом, то как же я им буду мешать? Вот помочь, что-то подсказать. И то без навязки. Потому что, ну, например, на меня так никто не... Я сам ведь выбрал эту профессию. И я не использовал никогда влияние, ну, наверное, потому что, ну, это же... И когда иногда знакомые просят посмотреть их ребенка, а просят, я говорю, как бы ни были мы в каких-то разных... Если нет таланта, в эту профессию идти невозможно. Другое дело, что очень трудно разглядеть, есть ли талант или нет. Порой это такое неуловимое дело. А вы с Сергеем Михайловичем обсуждаете свои работы? Ну, знаете, поразительная вещь, но дети не любят, когда их критикуют. Ничего удивительного. Мало того, я иногда слышу, папа, когда я говорю, я уже взрослый мальчик. Я говорю, нет, ты для меня никогда не будешь взрослым мальчиком. Для меня, как на фотографии, маленький. Мы просто обменимся мнениями. Я говорю, вот это бы ты мог не делать. Тут надо сократить. Тут что-то не так. Да я и не хочу лезть. Не мое это дело. Пусть сам набивает шишки. Это лучшая учеба. А какими семейными традициями вы дорожите больше всего? У нас была такая традиция каждый год встречать барановича хумамы. Где бы мы ни были, в Красновярске, в Волгограде, на Новый год мы приезжали в Барановичи, в наш дом семейный. И сейчас, когда есть возможность, я еду именно с семьей. Беру обязательно внуков. У нас появилась правнучка, и которая два годика, с потрясающим именем Матильда. Матильдуся наша. Которую мы тоже возили в Барановичах. Это то гнездо, из которого все мы выпорохнули. Дороже у меня ничего нет. Наша программа называется «Смысл жизни». В чем для вас смысл жизни? Быть счастливым, значит, определить себя в профессии, построить семью. Ну и постараться быть компетентным, что ли, успешным. Если насколько позволяет здоровье и силы. А в принципе, быть радостным и призывать к этому других. Вот поэтому жанр вихревой. А теперь это кан-кан. Спасибо большое. Это был «Смысл жизни» Михаила Ковальчика.